Там, где за горизонтом рельсы сходятся в одну точку, там, где начало и конец пути, рождается романтическое чувство дороги. Мечтатели были всегда, и призывный стук колес звал их в путь. Не только по рельсам, но и по жизни. Романтика 30-х годов, всеобщий энтузиазм и явились отправной точкой зарождения вагонного депо Магнитогорска. С тех пор ни одно поколение железнодорожников мечтает достичь высоких жизненных горизонтов, и многим это удается. На самом деле, с вами, коллеги, без вагона нам, как без молодых и медленности судей. Поэтому наша с вами производственная дружба, она взяла свое начало и 70 лет назад, а тогда, когда начиналась строительство Магнитогорска. В 29-м году, когда 30-го июля пришел первый паровоз, вот тогда и началась она с вами дружба, потому что без ремонтной базы, без вашей мы вообще-то не могли бы и дальше развиваться. Огромные просторы России стали основой развития стальных дорог и зарождения касты людей, обслуживающих это хозяйство. До сих пор у них есть специальная полувоенная форма. Железнодорожник – профессия, как правило, потомственная. Многие черты характера, вышкаленные годами, закладываются на генетическом уровне. Даже революционные потрясения не смогли уничтожить эту касту. Поэтому почти сразу в 34-м году в голой уральской степи в вагонном сарае закипела работа. История депо собрана в музее. И многие экспонаты, представленные здесь, рассказывают о годах войны. Всего три города-завода – Магнитка, Кузнецк и Нижний Тагил – сломили хребет немецкой военной машины. А руда на сталь возмездия доставлялась железнодорожниками от горы Магнитной. Столетние запасы исчерпали за 4 года. В память о тех временах в вагонном депо подняли на медистал старый грузовой вагон. Клейм отец по 8-м, как положено. В 56-й год. Последний ремонт. Труд нас проходил ручной. Механизации почти никакой не было. Вагоны мы ремонтировали, поднимали. На ставлюги паровозными домкратами. Не было никаких ни кранов, не было техники подъемной. Мы тоже свои силы немало вложили. Но я рад, что вот так предприятие развивается и в культурном, и в технологическом. Это я очень рад и даже горжусь своим предприятием. Профессионалы знают – главное в подвижном составе – вагон. При всей кажущейся простоте это сложное инженерно-техническое сооружение. Сцепка, колесные пары, подшипники, буксы, тормоза – все это десятилетиями совершенствовали конструкторы и ученые. Сотни российских патентов используются во всем мире. А эксплуатационные нормы и условия прописаны кровью. Сейчас практически все составы большегрузные – до 10 тысяч тонн. А рельеф путей Южного Урала приравнивается к Карпатским железным дорогам. Вот лейтмотив каждодневной работы коллектива вагонного депо. 70%, 75% мы обеспечим всю Южно-Уральскую дорогу. Остальные колесные пары используем у себя здесь на производстве. В основном, последние 5-6 лет мы освоили новые технологии, перестроили технологические процессы. Любые ошибки в нашем производстве приводят, конечно, могут привести к необратимым последствиям. Это самое, что может быть нехорошее – это скот вагона с рельсов, конечно. А за ними, как следствие и падение груза, украшение всевозможное. В общем, для этого настроены здесь мы работать, чтобы не допускать подобного, проводить точность измерений, контролировать качество монтажа. И молодые рабочие понимают свою ответственность. Делаю, чтобы выходило все как можно лучше, как можно красивее. У вагонщиков широкие перспективы. Сейчас в депо активно внедряется современная компьютерная технология. Передовые методы обработки стали. На молекулярном уровне обследуется износ колесных пар и качество ремонта. Депо за последние годы превратилось в высокотехнологическое производство с внедрением информационных диагностических приборов для диагностики колесных пар. На сегодня мы внедрили установку электроимпульсного напыления, которое позволяет те оси, которые раньше мы отправляли и одружали металлом, мы сегодня их восстанавливаем и запускаем в работу. Стоимость одной оси 13 тысяч. Это намного меньше, чем стоимость установленной оси. Если говорить простым языком, вагоном депо Магнитогорск происходит ремонт колесных пар. Это основной жизненный орган вагона, колесо. Эти колеса идут для всей Южнуральской железной дороги. Все это накладывает определенную специфику на работу этого предприятия. И соответствующие вытягают задачи и потребности. Ну, руководство Южнуральской железной дороги это понимает. И не случайно, как я уже сказал, это депо является базой Южнуральской железной дороги. И мы вот буквально на следующий год планируем большие инвестиции внести в это предприятие. Планируем здесь организовать капитальный ремонт вагонов. Мы вот сегодня уже были в этом коллективе, и эти задачи поставлены перед коллективом. Есть для этого все возможности, есть потенциал, есть технология. Я думаю, что этому коллективу вот это освоение нового вида ремонта, подвижного состава, капитальный ремонт под силу. Лет через 10 депо будет не узнать. Меняются эпохи, меняется облик цехов. Одно остается неизменным. Самоотверженно, честный, мужественный труд железнодорожного. Многие из них получили награды в день 70-летия предприятия. И каждую песню, которую написал бывший работник депо. Чтоб ровно колеса стучали, В ремонте потом отстаял, Ответственно дажды полчанин Готовность его подписал. Пережь к усы автосцепки, Родня широкой талии, В глазах надежные руки влезти, Родня широкой талии, Срочные и депо. Квадратура круга – неразрешимая математическая задача. Так толкует это выражение словарь Ожегова. А вот квадратуру колеса сумели решить в Магнитогорске, В вагонном депо. И дело не в формулах, А в людях, 70 лет ведущих предприятия к новым горизонтам. Туда, где рельсы сходятся в одну точку, Где конец и начало пути. Редактор субтитров А.Семкин